СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Что вы думаете о внедрении обязательного социального медицинского страхования? Если мы стремимся быть прогрессивным государством, мы должны принимать подобные законопроекты. В принципе, я поддерживаю идею правительства. В целом, я считаю, что это здоровая тенденция. Это необходимость в современном обществе иметь обязательное страхование. Казахстанцы смогут получать медпомощь через систему ОСМС с 1 января 2018 года. Первыми страховые взносы в Фонд социального медицинского страхования начнут платить работодатели в размере 1% от зарплаты работников. К 2022 году их отчисления вырастут до 3%. Взносы самозанятых граждан составят 5% от начисленного дохода. Государство начнет делать взносы за социально незащищенные слои населения в размере 3,75% от средней заработной платы. Самому социально незащищенному населению ничего платить не нужно. Взносы неактивного населения и граждан Казахстана, живущих за рубежом, составят 5% от одной минимальной заработной платы. Наемные рабочие начнут совершать взносы в размере 1% с ростом до 2% от ежемесячной заработной платы. Пользуетесь ли вы услугами частных клиник? Конечно. Довольно-таки очень часто. Да, часто. Очень часто. Да, конечно, пользуюсь. Да, у нашей организации есть медицинская страховка. Сколько в среднем вы платите за один визит к частному врачу? Ну, в среднем 5 тысяч. Порядка 10 тысяч тенге. Где-то около 15 тысяч. У меня, например, за мазь, за препараты какие-то, за уколы, это все обошлось где-то больше 20 тысяч. А пенсия у меня минимальная. Сегодня треть всех затрат на медицину в Казахстане граждане платят из своего кармана. При этом, по статистике, каждый год более 2,6 миллионов работников оформляют больничные листы, из-за чего работодатели ежегодно теряют 370 миллиардов тенге. По предварительным расчетам, в 2019 году больше 80% объема финансирования медицины будут покрывать взносы государства. За весь 2019 год государство заплатит почти 69 тысяч тенге за одного льготника. Для сравнения, взносы работодателей в среднем составят менее 29 тысяч тенге за одного работника, а работников – 19 тысяч тенге в год. Что застрахованные в системе ОСМС смогут получить за эти деньги? Услуги поликлиник, рецептурные препараты, стационар, сестринский уход, палеотивную помощь. Также застрахованный имеет право на сложные и дорогие операции. Например, аортокоронарное шунтирование стоит от 2 миллионов тенге. Фонд напрямую оплачивает услуги, которые медицинская организация оказывает в рамках ОСМС, при этом жестко контролируя их качество. В системе ОСМС смогут участвовать и частные клиники, если они будут соответствовать всем требованиям. Кроме того, новая система финансирования позволит расширить список амбулаторного лекарственного обеспечения по наименованиям и по объемам. Теперь, что вы думаете о системе обязательного социального медицинского страхования? Ну, это хорошо. Я только за. Я думаю, что это будет очень полезно. Я согласна платить. В принципе, это беззерные деньги. Я полностью поддерживаю. Конечно, это было бы выгодно и было бы правильно сделать так. Главное, чтобы это работало. Ну, я думаю, это правильная система. Это дополнительная нагрузка в виде социальной ответственности для работодателей, чтобы он больше заботился о своем коллективе, о своих работников. Я приятно удивлен цифрами озвученными, потому что в моем понимании суммы были немного выше. Мне кажется, это очень круто. Фонд социального медицинского страхования. Ваше здоровье под нашей защитой.